Продолжение следует... После ухода из жизни пророка, праведных халифов, Маруан, такой был правитель, и когда он жил, одно из бедаатов того времени, которое он сделал, заключалось в том, что он хутбу после айт-намаза, которая говорилась во времена пророка, он говорил перед айт-намазом. Вот такой небольшой бедаат при жизни сахапов. И тогда, сидевший в этом жамаате, где этот намаз прочитался, когда он вышел на эту хутбу, он встал и сказал, что во времена пророка, саллаху али-васалям, хутба, она читалась перед намазом. И указал на это самому Маруану, самому правителю. Сегодня у нас, если кто-то что-то не так сделает, и мы посчитаем это неправильным или даже не соответствующим определенным позициям, которые мы понимаем в религии, мы это между собой обсуждаем. Мы можем там свое сообщество в интернет-пространстве создать, в фейсбуке там, как блогер, да, очень много комментариев сделать, но прийти и в лицо сказать, у нас как бы смелости не хватает. И поэтому про нас, как говорится, про имама в частности и про всех мусульман иногда очень такая дурная слава ходит. Первый из этих слав – это то, что мы там издеваемся над своими женами, никуда их не выпускаем, дома чуть ли не каждый день избиваем, и они вообще никто, они созданы для того, чтобы быть служанками у нас дома. И когда людям пытаешься объяснять, что в исламе пророк сам сказал, что лучший из вас тот, кто относится хорошо к своей жене. Что это значит? Лучший из всех мусульман – это не тот, кто 10 раз в хад съездил, да, он сказал, а тот, кто относится хорошо, с добром, с пониманием, с прощением к своей супруге. Это никто не видит, но видит именно то, что он хочет увидеть. И поэтому, когда Маруан такой небольшой бедаат сделал, из джамаата один человек так сказал. И сидевший рядом Абу Саид, ради Аллаху, известный сахаба во времена пророка, который был, он встал и сказал, вот этот человек, который сказал правителю, что он делает неправильно, он выполнил обязанность, которая возложена на его плечи. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что он говорит, я слышал, как пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал, тот из вас, кто увидит неправильное, он должен изменить это своими руками. А если не может, руками, да, у него по объективным, как говорится, и субъективным причинам силы не хватает, то хотя бы устно он должен этому человеку указать на его ошибки. Но если он и этого не может сделать, тогда пусть он сделает это у себя в сердце. То есть не в том плане, как можно сердцем это исправить. Исправить сердцем это невозможно, можно просто недовольствие к этому совершаемому неправильному действию сердцем выразить, но при этом промолчать. Получается, а, это мы идем и меняем, б, это мы говорим и меняем, и в, это то, что мы даже сказать, озвучить не можем, мы хотя бы с сердцем должны относиться к этому с крайним неодобрением. Но вот это последнее, что мы с сердцем только относимся так, это является самым слабым имаром. Понимаете, да? Но пророк Савасам не сказал, если вы это не сделаете, то вы кафирами станете. Он сказал, вы с иманом, но ваш иман, он будет очень слабым. И поэтому наши ученые сказали, если человек, он видит что-то неправильное, но сто процентов уверен, если он скажет, то ему как минимум голову отрубят, то он может молчать. Но если он знает, что не только ему, но и всей семье, там, как говорится, репрессиям может подвергнуться, то он должен молчать. Потому что если проблемы лично с ним, то тогда это одно дело. Но когда это может окружающих отрицательно коснуться, то он должен лучше промолчать. Но если он и это сделать не может, тогда пусть сердцем выразить свое недовольствие этим делом. Поэтому сегодня у нас в обществе иногда некоторые вещи происходят, которые мы, к сожалению, по объективным и субъективным причинам озвучить не можем. Кто-то из нас работает в офисах, в некоторых учреждениях, в которых, так мягко выражаясь, нашу религиозность не совсем должным образом воспринимает. И когда мы видим что-то неправильное, когда там происходит, то мы должны это в вежливой форме аккуратно сказать, преподнести и сказать. Вот лучше было бы, если так. Но если мы знаем, что нас, как говорится, со всеми нашими советами попросят помолчать или сказать, пиши заявление об уходе, тогда мы можем просто помолчать и сердцем это недовольствие уразить. К сожалению, сегодня наши, как говорится, среди некоторых мусульман, вот эта их интерпретация слова «изменить языком», оно выражено в изменении языком в социальных сетях посредством интернета. То есть их язык – это то, что они напечатали. И поэтому, зная, что они могут там не подписываться, просто анонимно что-то написать, они порой там такие откровения пишут, что я иногда сам в шоке бываю, что мусульманин может такое написать. Если у тебя действительно уровень имана достиг этой ступени, то, по идее, тебе здесь делать нечего, в Казахстане. Почему я говорю об этом? Потому что с того момента, как ты перешагнул за ворота своего дома, за дверь своего дома, тоже все негативное, что ты должен видеть, ты должен, что делать? Останавливать своими руками. А если ты это все начнешь делать, что с точки зрения шариата негатив, начиная от тех машин, которые неправильно припаркованы перед нашим подъездом, тогда ты долго в этом подъезде не проживешься. Поэтому у нас есть институты, да? В суд можно пойти, там, подать заявление исковое, там, и так далее, и так далее. И вот этими методами проявить свою активность. Но ни в коем случае своими руками изменить, это не означает, что ты должен проколоть там шины этого автомобиля или камень с 10 этажа скинуть на его лобовое стекло, а потом написать, я ставлю записку, если в следующий раз так сделаешь, вообще там от твоей машины только пепел останется. Поэтому мусульманин – это тот человек, который думает, что будет завтра. И раз мы не можем изменить что-то своими руками за пределами нашего дома, давайте начнем со своей семьи и с себя в первую очередь. Давайте, если мы просыпаем утренний намаз или там, не читая вечерний ночной намаз, ложимся спать или не можем встать на тахаджуд, сперва себя заставим это делать, потом, как говорится, всех остальных призовем к этому. А если мы сами себя своими руками не можем исправить те негативы, которые в нас в самом сложились, то о чем говорить и как это подействует на тех, кто окружает нас. И милость нашего пророка, который он посредством этого хадиса выразил, она еще в одном хадисе раскрыта в отношении гостя. Пророк сказал, что гость имеет хак – пребывание в гости. Это один день. То есть один день он приехал, и мы его кормим. Потом второй день. То есть первый день мы даем ему все самое лучшее, второй день стараемся, и третий день он уже есть то, что мы сами едим. То есть улазить вон из кожи, занимать где-то деньги, что-то покупать. Этого тоже пророк сказал сам. Он что, не обязывал нас это делать. Но сегодня, когда вот некоторые торжества проходят, мы видим, что некоторые наши мусульмане, они даже, заняв деньги, делают не то, что накормить гостей, а больше похвалиться своим состоянием, положением. Вот какой у него стол шикарный, сколько у него там гостей пришло и так далее. Это не из этой власти.